Приветствую вас, друзья, в девятом видео новогоднего календаря Your Shelf Mix. Сегодня мы поговорим о том, как укрепить недостаточно мощные, пробивные, жирные и динамичные ударные с помощью триггера. Конечно, это довольно щекотливый вопрос, использовать или не использовать подложечные сэмплы, но мы попытаемся в нем разобраться. Я уже достаточно давно определился с тем, какие подложечные сэмплы мне нравятся, и в этом смысле чаще всего использую библиотеки компании Z-Sound в триггере от Стивена Слейта. Давайте послушаем, как звучит барабанный микс с моими триггерами и без них. Отключаю триггер на бочке. Отключаю триггер на малом барабане. Разница в звучании налицо. Кстати, сегодня в качестве музыкального материала я использую трек группы Radio. Под названием «Тех кто». Я оставлю ссылку в описании, чтобы вы могли послушать полную песню. Но, возвращаясь к триггерам, следует заметить, что я использую их для определенных целей. Я настроил несколько триггеров для бочки, которые, например, усиливают саб, усиливают яркость бочки и усиливают тело. То же самое происходит и с малым барабаном. Но здесь ситуация чуть более интересная и чуть более неоднозначная, потому что в каждом конкретном миксе малый барабан звучит по-разному. Это не та ситуация, которая происходит с бочкой, когда, в принципе, звучание приблизительно похожее. Малый барабан каждый раз разный. Поэтому, в зависимости от трека, с которым я работаю, я подбираю различные настройки для своего триггера. С томами ситуация намного проще. У меня уже заготовлены триггеры, которые подходят практически для всех миксов. Поэтому здесь никаких заморочек. Если говорить о триггерах, настроенных для бочки, то их, как я и говорил, три. Это триггер для саба, триггер для яркости и триггер для тела. Давайте посмотрим на них повнимательнее. Вот эти три дорожки. Включим их изолированно от других инструментов. Отключаю триггер для тела. Отключаю триггер саба. И остается только триггер для яркости. Вот его-то как раз я использовал в данной песне. Давайте послушаем эту дорожку отдельно. Красивый пробивной звук. Откроем триггер. Здесь я использую пресет из библиотеки Neon, который называется Aims Kick. Вот путь к вот этому пресету. Он добавляет к звучанию бочки очень классную яркость, но потом я немного гейтирую сигнал, который идет с дорожки триггера, и добавляю эквализацию, которая немного срезает нижнюю середину, тем самым расчищая звучание для оригинальных дорожек бочки. Послушаем. Включаем оригинальные дорожки. Выключаем триггер. Звучание скучное. А теперь то, что нужно. Давайте попробуем добавить саб. Саб не так хорошо прослушивается. Изолируем его. Иногда, когда бочке не хватает низких частот, вот этот триггер срабатывает просто идеальным образом. Здесь я использую одиночный сэмпл, взятый из библиотеки Blackbird Kicks, также от Стивена Слейта. И у меня есть одна основная дорожка триггера, которую я использую чаще всего. Не в этом миксе, но в других миксах она работает с максимальной вероятностью. Это вот эта дорожка. Здесь целая куча фейдеров, дающих самые разные краски для обрабатываемых бочек. Это пресет библиотеки Mirzi Jeff Juliano, который называется A Man's Kick. Кстати, я записывал подробное видео о библиотеке Mirzi и Jeff Juliano. Ссылку оставлю под информационным блоком. Если вы посмотрите внимательно на микшер, здесь вы увидите самые разные краски. Давайте их прослушаем. Пробивной звук бочки Рум этого пробивного звука Низкая бочка Жирная бочка Такая, я бы сказал, естественная бочка Оверхед для естественной бочки И Рум Все довольно просто и довольно эффективно. Я думаю, вы заметили, что для этой песни я пробовал применить больше настройки Deep Kick, но когда я прослушал это все в миксе, мне не очень понравилось. Поэтому я отключил эту дорожку триггера и оставил только дорожку с неоном. Давайте послушаем еще раз. Без неона. А с него нам порядок. Движемся к малому барабану. На малом барабане всего одна дорожка триггера, потому что, как я уже и говорил, в зависимости от песни я выбираю другие пресеты. Здесь не получается выбрать какую-то одну настройку, которая будет работать всегда. Каждый раз все по-разному. Но это и хорошо, потому что в этом случае мои миксы не звучат одинаково от артиста к артисту. Откроем триггер. В вот этом конкретном случае был использован пресет Slanger или Slanger Snare, входящий в библиотеку Neon, опять же, от Z Sound. Давайте послушаем его. Такой хлесткий, звенящий малый барабан. Очень резкий, очень красивый. Я его гейтировал дополнительно, чтобы он хорошо сочетался с оригинальными дорожками малого барабана. Давайте послушаем их вместе. Отключаю триггер. Оригинальные дорожки такие себе. Довольно вялые. А с триггером это все звучит довольно жестко, довольно агрессивно, так как нужно для вот этого конкретного микса. Я уже говорил, что для томов я использую одну настройку практически для всех миксов. И в этом случае, вот вы видите, три дорожки томов. Два рэковых тома, один флор том. И здесь выбраны Amps Rack Dry, Amps Rack Overhead и Amps Rack Room Microphones. Опять же, эти сэмплы взяты из библиотеки Neon. Вот отсюда. Здесь всего два тома. Рэк том и флор том. Поэтому для высокого тома я использовал оригинальный питч. Вы видите здесь настройки по умолчанию. А для второго тома я немного понизил питч. Тем самым, сделав из одного пресета рэковых томов два пресета. И третий пресет это Amps Floor Tom. Послушаем томы отдельно. Сначала без триггеров, а потом попробуем добавить триггеры. Без триггеров томы звучат довольно хорошо, поэтому в этом треке я не включал их. Но давайте включим и посмотрим, как это будет звучать. Довольно жестко и довольно много шума было добавлено. Вы заметили, что пресеты библиотеки Neon я дополнительно триггирую, потому что они были записаны в аналоговой среде и обработаны достаточно сильно, поэтому вот этот аналоговый хис добавляется, мне кажется, в каком-то чрезмерном объеме. И вот это как раз я и срезаю. Но с томами не так все заморочено, поэтому в томах я не включал дополнительное триггирование, чтобы они дозвучивали естественным образом. Тем не менее, вы заметили, что когда я включил триггеры, томы начали перегружаться. Дело в том, что в моем темплейте для томов настроен дополнительный параллельный канал, который я использую для компрессии и перегруза звучания оригинальных дорожек томов. В этом случае, когда я добавляю триггеры, компрессор начинает срабатывать слишком сильно и прям перегружается, поэтому это звучит не очень красиво. Давайте отключим дорожку параллельной компрессии и послушаем звучание исходников без обработки вместе с триггерами. Довольно красиво. Отключим триггеры и добавим параллельную компрессию. Для нашего микса я решил, что триггировать томы нет большого смысла, а вот как раз использование параллельной компрессии с некой долей дисторшена это то, что нужно в данном контексте. Давайте еще раз послушаем звучание барабанов с триггерами и без. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Я думаю, вы еще раз убедились в том, что без добавленных мною дорожек триггеров барабаны звучат совершенно не так, как хотелось бы, чтобы они звучали в миксе. Не бойтесь использовать подложечные сэмплы, не бойтесь использовать целые стеки подложечных сэмплов, самое главное, чтобы миксы звучали. Большое спасибо за внимание, увидимся завтра. Плывите к звуку! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok